Верите ли вы в мистику? В прошлом году я выкладывала видео о мистических местах Пятигорска, во время съемок которого со мной случались разные неприятности. Наверняка многие из вас видели это видео, но этот ролик был заблокирован из-за того, что использовала в нем музыку, на которую были заявлены авторские права. И вот я перезаливаю как и обещала это видео, заменив музыку на музыку без АП. Итак, давайте вспомним, как я испытала мистику загадочных мест Пятигорска на себе. Привет всем, меня зовут Ольга Чистякова и вы на моем канале. Это мое первое видео в таком новом для меня формате. И именно в этом видео я расскажу вам о двух мистических местах Пятигорска и о моей самой неудачной видеосъемке. Итак, субботним теплым днем я решила поехать в Пятигорск, чтобы поснимать кое-какие места. И, честно говоря, с самого начала этой поездки у меня не было особого настроения. Ну, затем я приехала в Пятигорск и начала снимать. Всем здравствуйте! Сегодня мы в Пятигорске и мы идем на одно из мистических мест Пятигорска и Кавказа. Это Чертов мост и Чертов овраг. Идем мы сейчас по улице Лермонтова. И сейчас мы будем проходить мимо одного из также мистических мест, который сейчас, к сожалению, закрыт для доступа туда людей. Это дача Эльзы. Пока идем немножко из истории расскажу вам. Говорят, что в этом доме жила когда-то некая женщина по имени Эльза Гукасова. И якобы она умерла какой-то насильственной смертью. Я точно не знаю все эти детали, так как в подробности я не вдавалась. Целью у меня сегодня совсем другой объект. Ну и вот, смотрите, та самая дача Эльзы, которую сейчас реставрируют усиленно и вход туда закрыт. Вот паспорт объекта. Ведется работа по реставрации. Ну да, эта дача почти уже, видимо, отреставрирована. Поэтому, что она уже в прекрасном виде. Вернувшись домой, я заинтересовалась этим зданием и кое-что нашла об этом месте в интернете. Оказывается, история этого замка окутана тайной. Бывший владелец Аршак Гукасов переехал когда-то со своей семьей из Нагорного Карабаха в Пятигорск. Он был талантливым кондитером и выпекал самые вкусные булочки и пирожные и продавал их в кондитерской лавке на рынке. Дела шли прекрасно, и Гукасов открыл кофейню в центре города, которая пользовалась спросом не только у местных жителей, но и у известных людей. Став весьма состоятельным человеком, Александр Гукасов женился на дочери немецкого купца Эльзи, которая также славилась своим богатством и красотой. Своей возлюбленной кондитер подарил трехэтажный особняк из желтого кирпича со средневековыми башнями, который был построен по проекту архитектора Гущина и был назван дача Эльзы. Затем из здания семья Гукасовых сделала гостиницу. Семейный бизнес процветал, но бездетный брак распался и Гукасов уехал из города, а Эльза, чтобы как-то отвлечься, устраивала балы и тем самым привлекала еще больше клиентов. Гостиничный бизнес процветал еще больше, а местные жители были уверены, что хозяйка вводит дружбу с темными силами. Затем после революции Эльза Гукасова лишилась своей собственности. Существует несколько легенд о смерти Эльзы. По одной из версий, она была расстреляна большевиками в собственном доме. Другая версия гласит, что Эльза замуровала все свои богатства у себя в доме, но когда пришли революционеры, то они сделали с Эльзой то же самое. Они замуровали ее в стене. С тех пор в народе бытует мнение, что в особняке Эльзы бродят привидения, мрачные и пугающие. Такая вот несчастная история бедной Эльзы. Мне кажется, больше, наверное, несчастная, чем жуткая. Но тем не менее, люди говорят, что дух Эльзы до сих пор обитает в этом здании. По ночам часто слышатся голоса «Плачь ребенка» и видят девочку в зеленом платье. Хотя непонятно откуда, ведь детей у Эльзы никогда не было. Еще считается, что призрак Эльзы очень благосклонно относится к женщинам, пострадавшим от несчастной любви. А вот тем, кто когда-то обидел представительниц женского пола, следует держаться от этого дома подальше. Говорят, с мужчинами очень часто случаются в этом доме неприятности. Сейчас, как вы уже увидели на моем видео, эта дача Эльзы активно реконструируется и вскоре там будет что-то, либо отель, либо ресторан. Затем я пошла в еще одно мистическое место Пятигорска. Это чертов мост, который находится рядом с чертовым оврагом и скалой чертового копыта. Ну вот мы и пришли к этому чертовому мосту. Назван этот мост чертовым так, как он находится недалеко от скалы чертового копытца и чертового оврага. У этого места очень плохая репутация. И говорят, даже экскурсоводы сюда не водят туристов. Посмотрим, что же здесь такого аномального. Этот мост, кстати, недавно улучшили, сделали реконструкцию. Теперь он выглядит весьма неплохо. Ну и давайте пойдем дальше. Кстати, вид отсюда открывается великолепный. Даже сегодня, вот в ясную погоду, виден красавец Эльбрус. И вот тут как раз началась та самая мистика. Сначала я не могла понять, действительно ли я нахожусь в том самом месте. У меня возникали какие-то сомнения, действительно ли я на том месте, куда пришла. А затем у меня с микрофона, с петлички, слетела одна деталь, которая была просто безвозвратно потеряна. Сколько я не искала, эту деталь, она как в землю провалилась. Но самое интересное, это то, что мой телефон за каких-то 30 минут разрядился с 95 процентов до 6. Хотя он был абсолютно бездействием. Ну вот как раз я иду по этому чертову мосту, который находится над чертовым оврагом. В общем, место точно мистическое. Ну, по крайней мере, я здесь потеряла одну деталь и сколько ни искала, я ее никак не могла найти. В итоге я ходила какими-то кругами, искала эту деталь и приходила в одно и то же место. Так что мистика здесь все-таки есть, в крайней мере. Не зря сюда не водят туристов. И тут еще у меня вырубается камера. То есть я продолжаю писать звук, звук пишется, а камера просто вырубается. В общем, решив, что все потеряно, поездка, съемка абсолютно не удалась. То, что я хотела снять, я сняла самое минимальное. И я поехала домой. И тут история не закончилась. На вокзале меня останавливают полицейские. Да, вообще не из-за чего. Причина была просто придумана. Полицейский мне предъявил, что я надела маску не вовремя. То есть нужно было там надеть ее где-то до какого-то порога, а я надела после. В общем, хочу сказать, что что-то в этом есть. Мистика, хотя я не очень-то в нее и верю, точнее, наверное, вообще не верю, она все-таки есть. И вот это доказательства. Сплошные неприятности весь день. И в заключение я хочу сказать. Старайтесь избегать таких мест. Зачем вам неприятности? И подпишитесь на мой канал. Всем пока. До новых встреч. Вот такая мистическая история. Теперь вы верите в мистику? А может быть и с вами случались какие-нибудь загадочные истории? Напишите мне в комментариях. Кстати говоря, теперь я часто гуляю в тех местах, но скалу чертова копыта всегда обхожу стороной. Всем пока. Всем жизни без мистики. И не забудьте поставить этому видео лайк. А то мало ли что.